Как заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, курирующий деятельность профильного комитета по взаимодействию с религиозными объединениями, мне особенно отрадно отметить многогранный характер деятельности Ассамблеи народов России, которая объединяет не только представителей 193 народов, населяющих нашу большую страну, не только представителей всех традиционных религий, к которым, как известно, относятся православие, ислам, иудаизм, буддизм, но и также последователей других религий, которые живут в нашей стране, трудятся вместе со всем ее многонациональным народом. Самые различные общественные организации, которые выдвигают интереснейшие проекты. В частности, мне хочется сказать, что, который я также представляю, Православный Свято-Тихновский гуманитарный университет, заключивший сотрудничество в свое время, соглашение о сотрудничестве с Ассамблеей народов России, имеет целый ряд клубов дружбы, которые осуществляют великую миссию, по сути дела, народной дипломатии. Это клубы дружбы ПСТГУ, это аббревиатура Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, ПСТГУ – Сербия, ПСТГУ – Греция, Кипр, ПСТГУ – Грузия. Очень важно, что возможности народной дипломатии столь велики, что даже в моменты возникающих порой политических осложнений, как это было в свое время в связи с недальновидной политикой тогдашнего руководства Грузии. Связи между русским, российским народом и православным народом Грузии не прерывались. На уровне связи с простыми людьми, на уровне связи с представителями иерархов Грузинской Православной Церкви мы проводили многосотенные по составу участников заседания клуба, которые были посвящены и Патриарху Грузинской Православной Церкви Ильи II, и грузинским святым, и грузинским святыням. И это вызывало огромный живой интерес. Возможности народной дипломатии, направленные на укрепление мира и согласия между всеми народами, еще больше возрастают в связи с тем, как на учредительном съезде Ассамблеи народов Евразии, этого своеобразного детища Ассамблеи народов России, съезд учредительный прошел в мае прошлого 2017 года, эти возможности осуществления функций народной дипломатии еще только более расширились. Отрадно отметить, что идущая навстречу своему 20-летию, который будет отмечаться в этом году Ассамблея народов России, объединяя, повторяю, самые разные проекты по характеру, по духу, по содержанию, представляющие и охватывающие самые разные регионы нашей огромной страны, все они подчинены одной цели, цели достижения социального мира, согласия, укрепления идей общегражданской идентичности. Все это становится фундаментом успешного развития нашей многонациональной и многоконфессиональной России. Действительно очень важны и в целом важно развитие направления народной дипломатии и отдельные живые проекты, такие как «Путь мира», которые объединяют в единое целое и здоровье физическое, и здоровье духовное. Это очень важно и таких, я думаю, что проектов будет больше, в том числе сотрудничество и нашего конверта национальной безопасности, здоровья и инноваций, и Федерации спортивного туризма, и, конечно же, Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии. Действительно, когда люди взаимодействуют, почв для конфликтов становится значительно меньше. Лучше узнавать друг друга, делать совместные дела на благо многих людей. Это, наверное, главный наш путь к миру. Я очень рад присутствовать на представительном собрании. Я услышал очень много интересного, очень много важного, необходимого. И действительно, у меня полная уверенность, что мы достигнем тех результатов, о которых здесь говорилось. Ну, и, в основном, еще хочу сказать о том, что Федерация спортивного туризма, президентом, который говорит Сергей Неслав Шмиронов, много делает именно для того, чтобы люди больше узнавали о своих странах, чтобы люди больше общались между собой. И вот та народная демократия, о которой я заговорил свыше, это как раз то, чем мы пытаемся заниматься в рамках Федерации. Организует экспедиции, организует походы по всем уголкам нашей страны, в общем-то, не только нашей страны. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok